Здравствуйте! Говорит и показывает храм Святки для Николая в Хомовниках. Меня зовут Аня. И сегодня я поделюсь с вами самыми значимыми церковными событиями предстоящей недели, которая пройдет с 21 по 27 октября 2024 года. Это будет 18-я седмица по Пятидесятнице. Мы снимаем нашу передачу сразу после богослужения. И сегодня, 20 октября, вся наша страна отмечает День Отца. Мы поздравляем всех пап с праздником и сообщаем вам, что руководитель нашего канала стал папой года в номинации «Ответственное отцовство». А также сегодня, 20 октября, в парке Горького открывается фотовыставка «Церковь помогает», которую мы с вами сегодня посетим. Всех поздравляю с воскресным днем. И хочу сказать, что эта история такая, которую здесь вы увидите, конечно, она не только история сугубо церковная. На самом деле, эта история очень человеческая. И в каком смысле, я очень рад, что мы можем такие показать снимки, показать то, что люди делают по своей доброй воле, тратя свое время, силы, приезжая в те места, где неспокойно, и там, и соучаствуя, и помогая людям, которые там остались, которые перенесли очень тяжелый период. Поэтому такая хорошая человеческая история получилась, и мне кажется, их нужно показывать людям, чтобы они понимали, собственно говоря, для чего мы здесь. Мы не только для того, чтобы что-то великое создать, построить и так далее. Мы должны стать людьми. И вот стать людьми – это значит, чтобы у тебя был тот, кому ты помог. Тот близкий человек, с кем ты станешь потом рядом. Это, как говорит одна из евангельских притч, ближний тот, кто тебе помог. Вот поэтому, кому ты оказал милость. И вот здесь как раз эта милость между людьми, она рождает особое отношение, и в том числе и особую некую жизнь. Поэтому вот эта жизнь, надеемся, что люди смогут ее увидеть. А так, кажется, лучше туда поехать и увидеть. Ну, не всем, наверное, это возможно. Мы всех призываем поехать и увидеть, что это за жизнь, почувствовать ее внутри себя. Ну, вот, ну, хотя бы через фотографию посмотреть. Может быть, кому-то мастерская в голову придет. Спасибо всем большое, особенно авторам и тем, кто организовывал это, потому что, мне кажется, это важно сейчас. Спасибо. 21 октября в понедельник церковь чтит память преподобной Пелагеи Антиохийской и преподобного Трифоновьяцкого Архимандрита, а также празднование иконы Божьей Матери, избавительницы от бед. Фотовыставка посвящена помощи церковных добровольцев, пострадавшим в зоне конфликта. На фотографиях посетители смогут увидеть работу добровольцев-ремотников, также помощь социальных волонтеров, врачей и сестер милосердия, а также работу волонтеров в центрах помощи беженцев в Курске и Мариуполе. Во вторник, 22 октября, Православный мир отмечает День памяти апостола Иакова Алфеева. Также во вторник, после вечернего богослужения, в храме святителя Николая в Хамовниках всегда совершается Акафис, чудотворной иконой Божьей Матери, с поручницей грешных. Приходите помолиться. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Ирина Худякова. Первая поездка на Донбасс была в июне 22-го года, и это перевернуло мою жизнь. Я поехала как сестра милосердия от больницы святителя Алексея, и с этой первой поездки уже стала понимать, что все свое свободное время я выкраиваю на то, чтобы начать помогать. Было много городов на Донбассе, и вот появился Курск. Из последних историй есть такой ПВР, пункт временного размещения, где располагаются люди, вывезенные целыми деревнями, и они там живут. Живут уже третий месяц многие. Это старички. Я живу там с ними. 23 октября в среду православная церковь вспоминает мучеников Евлампия и Евлампий и преподобного Вросия Оптинского, который знаменит своими мудрыми и добрыми афоризмами. Как вы думаете, кому стоит посетить эту выставку? Мне кажется, что эта выставка для всех, потому что мы должны увидеть, какой бывает человек. Иногда мы видим часто в средствах массовой информации всякие плохие события. Там происходят какие-то преступления или какие-то беды находят на человека. А мы должны увидеть и хороших в человеке. Понимаете? Вот научиться видеть хорошее в людях, научиться видеть добрые дела, которые человек может совершать. В других, может быть, тогда это как-то нам поможет и самим стать немножко добрее. Поэтому очень хорошо, когда мы видим добро, когда мы видим, как люди помогают друг другу. Это немножко должно вдохновлять. А вдохновение даёт нам силы для того, чтобы самим совершать добрые поступки. Спасибо. 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 В октябре в четверг мы чествуем память апостола от 70 Филиппа, преподобного Фефана Исповедника, Хворца Канонов, епископа Никейского. А также прославляем весь собор преподобных оптинских старцев. Каждый день недели освящен определенному святому. В четверг святителю Николаю Чудотворцу. Часто в храмах служится Акафист вечером. Наш храм не исключение. Если у вас есть такая необходимость, приходите в храм. Итак, я первый раз попала на Донбасс. Это произошло 9 апреля, в день, когда у меня день рождения. И я поняла, что я на верном пути, что моя мечта стать военным фотографом, она потихонечку начала реализовываться. Каждый раз, когда езжу в Донбасс, я всегда звоню Василию Васильевичу и говорю о том, что я буду по такому маршруту ехать, может быть, нам есть что поснимать. И мы всегда находим во всех областях, во большом количестве городов, находим те проекты синодального отдела, которые, работу которых вы можете увидеть на выставке. Это и врачи-добровольцы больницы святителя Алексея. Это и сестры милосердия от этой же больницы и от других епархий. Это и волонтеры-строители, которые, вот как уже говорили до меня, просто в свои выходные, какие-то отпуска, собираются и просто едут на Донбасс для того, чтобы помочь тем людям, которые оказались в самой страшной виде, наверное, которую можно себе представить. Вот, это и сотрудники социального отдела, которые помогают людям с документами, просто с их бедой. Проблемы могут быть совершенно разные, но сотрудники социального отдела помогают с этим справляться. Вы все это можете увидеть на моих снимках и снимках моих коллег. Еще раз большое спасибо, что пришли. 25 октября в пятницу празднование Калужской иконы Божьей Матери в памяти избавления Калужской земли от французов 1812 года. Здравствуйте. Какая из представленных фотографий для вас самая значимая и почему? Ну, наверное, сложно выбрать какую-то одну фотографию, потому что у меня было и много поездок, и много съемок, и много разных историй. Потому что это не просто фотография, за каждой фотографией есть своя история, иногда довольно печальная, иногда веселая, иногда жизнерадостная, жизнеутверждающая, иногда наоборот. И, наверное, в каждой своей съемке у меня есть такие фотографии, любимые или особенные, которые я для себя отмечаю как фотограф. Но вот, наверное, из тех, которые представлены на этой выставке, я отдельно сделаю акцент на фотографии, на портрете нашей сестры-милосердии Ирины Худяковой, которая постоянно ездит на Донбасс и помогает людям, которые нуждаются в помощи, как бы это ни прозвучало. Помогает людям, она за ними ухаживает, она организует других сестер-милосердия, которые также ухаживают за, ну, порой лежачими больными людьми, у которых не осталось родственников, которые не могут самостоятельно себе как-то помочь, даже в самых простых бытовых каких-то вопросах. Вот. Эта фотография конкретно была сделана, когда мы с Ириной встретились на службе в храме при женском Иверском монастыре. Это в Донецке находится район рядом с аэропортом. Если вы знаете, то аэропорт полностью разрушен, и этот храм тоже довольно серьезно пострадал. Несмотря на это, там происходят службы, и вот мы с Ириной как-то случайно там встретились. После чего мы вышли, я предложила ей сделать несколько ее портретов, совершенно чудесных. И вот один из них получился. Я считаю, что это очень хорошая карточка. Спасибо. Спасибо. 26 октября церковь вспоминает принесение Москвы в 1648 году Иверской иконы Божьей Матери. И наконец, 27 октября воскресенье Русская Православная Церковь вспоминает святых отцов Седьмого Вселенского Собора. На этом соборе был установлен догмат об иконах почитаний. Мы поздравляем именинников и завершаем нашу еженедельную передачу. Желаем всем помощи Божьим во всех благих делах. С вами была Аня на 14 канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok